Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второзаконие. Десятая глава, второй стих. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. Речь идет о том, что однажды книга была написана прямо Богом. Обычно Бог говорит, люди пишут. А то сам Господь на каменных скрижалях, скрижали это плиты. Ну, в фильме показывают здорово, как будто лазерный луч подходит и плавится гранит, стекает, остается то, что есть. И вы знаете, как получилось. Ну, по-нашему сказать, у него в руках был Новый Завет, Евангелие. И когда спускался с горы, услышал крики. Крики торжества. Или война началась только. А оказалось, они решили возвращаться в Египет. Наши люди стали говорить, ну куда вышли, пустыня, воды нету. Это невозможно куда вывелить, на погибель. Да, там мы были рабами, но все было. Огурцы были, лук был репчатый. Это они все теперь... А что они там погибали? Мальчиков всех нужно было убивать при рождении прямо. Это все было забыто. И Моисей, увидев такое отступление, во гневе ударил эти скрижали о землю. И они рассыпались. Единственное от Бога было, Божьими, говорится, перстами написанное. Ее нигде нет в этой книге теперь. А теперь что там было написано, десятисловия, теперь заново надо было писать. А как на граните писать? Ну так, когда что-то делают и выкладывают, такой-то год, подойдешь, у батюшки видно, и год такой-то там. Раствор, когда кладут и камушки черного цвета. Там никак. Это надо было, я вот смотрю, когда делают. Это трудная работа. Это очень трудная работа. Надо, чтобы леща не отскочила. Я попутно хочу сказать, были такие мастера, которые создали скульптуры, и по сегодняшний день люди не поймут, как это можно было. Внутри бывают камни, камень гранит, и бывает там белая какая-то полоса идет, что-то. Все оказалось к месту. Как будто жилы там идут, все это видно. Он вокруг этой большой глыбы ходил и думал, вот так будет, если здесь лицо, а тут рука будет. Это надо убрать остальное, а в руке тогда будет видно жилу. Это не картинка какая-то. И вот теперь у нас есть десятисловия. Я все направляю к тому, чтобы вы поняли, какие мы богатые. Слово Библия, это не название книги. Название книг 77 дается бытие, а то как быть стало все. Второе, это исход, как они вышли из Египта. Третье Левит, это священническое дело, что делать. Четвертое число, то есть пересчет из Египта, что у народа был. Это самая книга. И второзаконие. Закон тут потерялись, но Бог дает, повторяет этот закон. Пять книг. Пяти книжек Моисея, Тора. Это у нас говорит. Так говорит Господь. Даже ты не знаешь еврейский язык, запомнишь. Май-Израэль. То есть слушай Израэль. И вот когда назвали ее Библией, вот у нас так, на всех языках, которые мне пришлось в руках книги держать, там прямо написано Святая Библия. То есть Святые книги. Библия это не название. Вот Библиотека. Это же не о Боге говорится. То есть книга-хранилище. Библиотека, работающая с книгами. Мы сейчас посмотрим, как мы бы должны Бога благодарить, насколько мы богаты, что имеем эту книгу у себя. Где в доме Евангелия, говорит Златоуст, дом делается недоступным для дьявола. Ну, то есть люди считают, имеется в виду. И вот здесь мы сегодня коснемся этой темы. Как мы должны быть благодарны Богу, что у нас еще за Слово Божие не сажают. Есть целая страна с многочисленным миллионным населением. Библия это преступление. Показывает руки, которые листали. И как пальцы изрезали, вот так вот, за то, что он сказал, Библию зачитал, переворачивал страницу. И теперь пальцы изрезанные. И тогда еще пеплом посыплю, чтобы не срасталось никогда. Это ужасно. Нас никто не трогает. Начинает говорить, да никакое тут. Какое тут государство нет. Пока железные дороги травой не зарастут, все еще управляются. Как только зарастут, тогда значит уже ничего нет. И так, мы коснемся несколько моментов, как Господь постоянно напоминает о том Слово «Напиши». Напиши! Пятьсот тридцать четыре раза. Больше полтысячи. А почему? Потому что многое теряли, многое умышленно уничтожали, преследовали это все было, были в плену. И тогда снова Бог повторял «Напиши!» Разные пророки были. Были довольно активные, которые скрывались, другие боялись сознать, что они пророки. Как Иеремия, молот, я не пойду, Господь Ириша мне поразил тебя. Я в густах твоей вложу, ты будешь говорить. Моисей как отказывался? Он заика был, косноязычный. Он начнет и не дождешься, когда Слово скажут. Ну, конечно, какой я оратор? А Господь у тебя, брата Арун, есть? Есть. Вот он буду, я ему буду говорить, а он тебе вместо Бога будет. То есть Слово Божие вкладываю в Арун, Арун слышит, а ты ему и говори тебе. Вот и все. И тебе говорю, ты Аруну говори. И будет передаваться. Прочитаем книга «Исход», 17 глава. Медленно-медленно прочитаем. Когда к Господу подходили, спрашивали, искушая его. Он говорит, как считаешь? Русским людям нельзя было это сказать, потому что, взять, 300 лет назад, это полная безграмотность. Совершенно не знали. Как считаешь? Да никак не считаем. А что считаешь? Я Слово Евангелия даже не слышал. В 23 года уже. Не сидел в углу. Все время в библиотеках был. Даже и не знал, что Библию можно где-то спросить. Итак, 17 глава «Исход». И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни, сим, в путь свой, по повелению Господню. И расположилось станом в Реофидиме. И не было воды пить народу. По одному стиху будем считать сейчас. Двигается. Ведь это не просто так. От 3 до 5 миллионов человек было. В одном месте сейчас, чтобы все двинулись, это невозможно сделать. А здесь ни у кого ничего нету. Они двинулись. Пить надо скот. Ну, скот попробуй не напоить-то. Что будет? Даже пчелам и то ставят какое-то, чтобы пить воду могли. И народ начал роптать. Что дальше идет? И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждуй нас и детей наших, и стада наших. Вот их можно понять. Вот сегодня самая сложная математика. Специально выставили ролик. Сколько требовалось еды? Это речь идет о составе. Вот сколько воды требовалось на каждый день? Показывают 30 цистерн. Или там 50. На каждый день. Где в пустыне это взять? Это ни день, ни два, 40 лет. Мы привыкли, 40 лет были в пустыне. Это пустыня. Даже сегодня выведем, куда пшеница не растет. Ну, просто поле обыкновенное. А там написано, пустыня. Чем кормить? Манна. И вдруг видят, какое-то белое вещество на ветках. Стали собирать, как лепешки с медом. Вкус какой сохранился где-то. Было время такое. Господь говорит, что не заботитесь ни о чем. Что у вас есть, пропитайтесь. А уходя сказал так, у кого там кто-то есть, продай, купи. Теперь будьте сами о себе заботиться. Моисей его забил Господу и сказал, что мне делать с народом сил. Еще немного, и побьют меня камнями. Побьют камнями. То есть они не прикасались, не палками, а камни брали большие. Кто-то близко стоял. И он понял, что беда, главная эта беда была в том, что они уже договорились, что возвращаться назад надо. И золото, женщины, сережки там все отдали. И золотого быка вывели, которому поклонялись в Египте и сказали, ты нас веди обратно. Вот что Моисей. Ну, конкретно, смутно. Что делать? План, который у Бога был, вывести народ, отдельный избранный народ, и теперь они будут только Богу истинному Его поклоняться, рушиться. Моисей тогда, кто с нами? Кто? Боиспо Божие. Левиты. Каждый меч берите. Идите, видимо, врывались шатры, какие там, с чего они там были сделаны. И спрашивали, кто хотел возвратиться? Ну, как то? Они погибают. Значит, ты хозяин, сразу грешут его следующие. И вот ты, походу, успел головой поворачивать, какой лопать стоит. Уговаривать некого. Вот эти смутяны должны быть уничтожены. Три тысячи трупов сразу. Евреев против евреев. И Библия этого не скрывает. Так воды-то нету. Нету воды. Нету. Моисей сказал, побил камнями меня. Дальше. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых исторейщин израильских. И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану при тобой там, на скале, в Хариве. И ты ударишь в скалу, и пойдет из ней вода, и будет пить народ. Вот скала, она пылая, упала жаром, солнце, пустыня. Возьми этот жезл, он ударь. А Моисей сказал, Господи, неужели из этой скалы? Пять слов я посчитаю, пять слов. И Господь сразу сказал, и ты не пойдешь в обетованную землю. И в 105-м сомне он говорит, ты погрешил Моисея языком своим. Надо было подойти к скале, сказать, даже ударить. И вдруг камень рассыпался, оттуда хлынула река, все напились. Но это в басне говорит, нет, это истина так. Тут надо еще научиться развещать. Когда в Библии написано, вот такое-то событие было. Как раз на завтра будет битва. И Саул не знает, что делать. Никто не говорит, вызывает Бога, не отвечает. И он тогда сказал, в стране есть хоть одна ведьма, которая что-то знает. А до этого только указ был, всех колдунов, всех уничтожали. И одну женщину нашли. Нашли, и он стал тогда вызывать. Вызови меня Самуила, который меня рукоположил. То есть помазал царство небесное. Зимным царством будет. Где? Она поняла, что он перед ней саул. Он говорит, я не тронул. Прямо показывает. И как ты видишь, вижу длинной одежды такой. И он тогда понял, что Самуил вышел. Вот когда беседуешь с херетиками, называется адвентисты седьмого дня. А.С.Д. Адвентисты седьмого дня. Они не верят, что у человека есть душа. Они не верят, что вечное мучение будет. А Библия в руках. Вот так, то же самое, наша Библия. И вот здесь с ними разговаривают как. И сказал Самуил. Что он сказал, это мы можем и под сомнение поставить. Они говорят, это дьявол явился. Злой дух. Как ведьма могла вызвать с того света? Рассуждение правильно. Тут написано, и сказал Самуил. Это слова автора. Сказал Самуил. Туда нельзя подставить. Сказал дьявол. Вот это непонимание. Сказал. А что сказал? Зачем ты тревожишь меня? Может быть неправильно кто-то понял. Неправильно записали. Мы можем допускать. Хотя он сказал это. Но что сказал Самуил, слова автора, это абсолютно точно. И сказал Самуил. Вам понятно, что я говорю? Если написано, сказал Господь. Это Господь сказал. Если указывается, кто сказал, а потом двоеточие и прямая речь. Прямая речь это не косвенная. Вот это хорошо, хорошо запомните. И когда будете беседовать, сидите камень. Они начинают задумываться. Скажите. Все писание Бога духновенное. И писали вы святые Божьи человеки, будучи движимы духом святым. Рука двигалась не сама по себе. Это апостол Петр говорит. Дальше. Ереме говорит. Сказал Господь. Я бодрствую над словом. И бодрствую. Это глаза не смыкать. Над словом, которое он сказал. Не добавить и не убавить. Вот мы молимся. Я знаю, люди некоторые Библии вообще не считают. Мы прочитаем сегодня. У нас в Барнауле вот такая надпись сделана. Кто отклоняет ухо свое от слышания слова Господня, молитва того мерзость. Да я Бога прославляю мерзость. Понимаете, вот до конца надо находить всего. И когда спорят споры все, когда идут вопреки Библии, когда точно по Библии, толкование своих отцов, все стоит на месте. Спора никогда не будет. Как спорить, когда Бог сказал. И далее. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Реофидиме. И Моисей сказал Иисусу, выбери нам уже и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. Это мы в Новом Завете. А мы смотрим Ветший Завет. Амаликитяне. Ничего не забудь, что они делали с вами. Когда растянулись, это ясно километры. Такая толпа, миллионы. И в это время амаликитяне, их просили пройти через их территорию. Тоже какая-то граница там все-таки была. Никак не пустили. И которые там бывали, женщины, ребенка на руках держат. Но отставали которые-то. Они из-за пустов стреляли и убивали их. Уставших, изнемогших. Дети там какой-то идти-то не могут. И они в это время их поражали. И Господь сказал, никогда это не забудется. И Амалик, как Господь говорит, я не стремлюсь с лица земли. Его никто помнит не будет, что он есть такой. Что такая нация была. Это для нас. Это написано для нас, достигших последних веков. Не так, что я взял злое дело. Все как-то замазалось. Время прошло. Человек там умер. Не так. Перед Богом пишется памятная книга. И поэтому мы даже ежедневно заботимся, чтобы прославить Бога. Какие вот сегодня бывают законы издают. Считают, что они как будто все против русского человека. Старинные, обычные. Вот до чего у нас взяли. Неужели это не понимает вышестоящее, что таким способом, если сегодня людей воспитывать, то обстановка будет другая. Вот нам здесь не надо, чтобы милиция нас сохраняла, полицию. Мы друг друга знаем. Уезжают в город, палочку дверям даже не поставят. Сколько раз я сделал замещание. Прихожу здесь, стояла раньше, палочка у дверей нету. Я подошел здесь, дверь открыта. Что это? Беспечность. Беспечность, мы об этом говорили уже. Это Бог не одобряет. Где много рук, вешай замок. Прямо прямое указание. И далее. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с аналикитянами. Иисус Новин, это последователь Моисея, книга Иисуса Новина есть. Ты воюй, а я буду на холме стоять. Не просто стоять, смотреть, как кутузов, а я буду поднимать руки. Ну долго, подними руки кверху. Сейчас, постой. Ничего не бери руки, просто стой, подними руки, и ты увидишь, как отекательные начнут тебя. Как тяжело это будет. А вот тут мы сейчас увидим, какое чудо Бог явит. А Моисей, и Аарон, и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Ну, можно было думать, там такие войска маленько пошли, не так, там не туда стрелила пушка. Нет. Руки Моисея. Сегодня тоже руки на всяком месте, мужи поднимали, чтобы руки без неба и сомнения. Это говорится о каждом из нас. Ты где бываешь, подними руки, ты не бойся сказать. Мы проехали все государства Европы, и в одном месте документы, бывает, заберут и не отдают. Не отдают под разными предлогами что-то, чтобы дали. Паспорта у них остались, нам ехать дальше никак нельзя. Ну и что делать-то? Я говорю, давайте выйдем. А тут у них на высоте стоят где-то. Смотрят они где-то, выдают там где-то. Поднимай руки. Мы трое были. Подняли руки. Молимся сейчас, заходим в машину, шторки закрываем, и они сразу придут сюда. Правда, только мы помолились, а уже темняется. Прибежала. Вот ваши паспорта. Не пойдет так дело. Павел говорит, били принародно, а хотите тайно отпустить. Где начальник? А там какой-то майор был. Да он там туда, там где-то. Сегодня суббота, нигде он не может быть. Предприятие закрытое. Дайте его нам. Они уже не знают, как от нас избавиться. Надо только Богу довериться. Мы подняли руки, перекрестились, сели в машину и закрылись. Они-то между собой тоже разговаривают. Что за люди? А мы показали, кто мы едем, с какой целью. Поэтому, если случается иногда такая обстановка, просто возобидите к Богу. В нашей жизни не все так идет, как мы хотим. А где выход? В Боге. Но руки Моисеева отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. А Ром же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. Представьте, Моисей сидит, руками уже не владеет. С двух сторон. А Ром родной брат и там Ор правильные. Стоят руки. Но никто никогда не ставил вопрос. При чем тут руки? Это военное искусство. Пушки, ракеты. Руки. Поэтому у нас мирное время, многие молятся, многие в монастырях, где-то это мир от Бога. Но 24 глава, Иоанн Георгий от Москве говорит, будут глады, моры, землетрясения и войны. И восстанет брат на брата, народ на народ, царство на царство. И добавляется, и этому надежит быть. Это непременно будет. Сейчас только перекроют. Никому ничего нет. В холодильнике все. Здесь будет столько народу отобсюду. Все подвалы опустошат. И поэтому мы сегодня наполним сердце и уста своим благодарением Богу. Как мы живем тихо. Такая беспечность, открыто. Все. Ночью-то... У меня одну машину можно вывести. Зерна и прочее. Господь хранит. Мы не видим незримого ангела здесь. Как храм охраняет. Туда-сюда батюшка ездит в ночное время. И ни разу никакого происшествия нет. Милостью Божию. Едут. Около дороги стоит машина и громкая музыка. А что она стоит? Я говорю, туда ехал, стоит. А обратно еду. Подошли. А там два мертвых. С отец, с дочерью. Кто-то подкараулили, убили, включили музыку. Я просто напоминаю, что мы ограждены. Ты огражден и можешь спать спокойно. Библия говорит. Далее. И были руки Его подняты до захождения солнца. И не зложил Иисус Амалика и народ Его острием меча. И сказал Господь Моисеев, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о меликитян из Поднебесной. Если человеке злое дело, да я никто не знает. Нет, оно будет записано где-то. Перед Богом. И для будущих поколений, чтобы мы увидели. Отстающие где-то надо помочь было. Как во время Елисея. Пришли войска, он их ослепил, они идут и не знают, куда он привел, а в середину города. Это странные где-то. А потом говорят, открой глаза. Они увидели, а с кем воевать-то? С Израилем, вокруг войска стоят. Может поразить их? А ты их завоевывал? Он отвечает царю. Нет, что делать? Ветхий завет. Елисея говорит, накорми, напой, перевяжи рану, у кого есть, да отправь их в Сирию. И написано, и больше сирийцы не приходили воевать. То есть хребет был разбит. Чем? Любовью. Если есть возможность. А если бы они сказали, не надо, ты мне не помогай, да ты такой. Ну, не так получилось. Это мы говорим такие слова, потому что еще свободно передвигаемся. А когда в плену или тебя посадят где-то, наручники наденут, уже по-другому смотришь. И даже внимательное слово от кого-то не освобождает. Он только сказал, и то ты уже смотришь с надеждой. Может быть, он и дальше это продлит. Может, через него еще домашние ко мне как-то подойдут. Дальше. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя, и его неси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брать у Господа против Амалика из рода в род. Вот так. И дальше считаем. Второзаконие 25. С 17 по 19. Я говорю о написании, о Библии, о Слове Божьем, чтобы мы возгорели с желанием. Придешь дома, время, отдай мне несколько. Один считай. Считай внимательно и задумайся. Вот как это было. Представь, какая это была обстановка. И никогда такого не было, чтобы замесила руки. И опускается. И придумали хорошо, чтобы он сидел, камень ему, с собой переносной стул перенесли бы. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. И не побоялся он Бога. Итак, когда Господь, Бог твой, успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь. Как страшно. Первая книга, Сарс, 15 глава. Сейчас мы увидим, перед нами развернется удивительная картина прошлого. А это, апостол Павел говорит в Первом Послании к Коринфам, 10 глава, 6-11 стихи. Это были образы для нас. Мы не просто считаем про них, чтобы мы не были походливы на злое. Это образы для нас, достигших последних веков. Мы должны Богу быть благодарны, чтобы это узнали. И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Сараоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Видите как? Царство, он полагает, новый царь, новый президент будет. А от президента уже указание от Бога. Ты сделай так, войска веди вот туда-то. И Амалик должен был исчезнуть. Ну, наказ бы сказал, живи мирно, пока они не воюют. Амалик уже все и забыл, такое дело и не помнится. Истреби его весь. И при том не оставляли ни кого, ни скотины нельзя брать было, все на месте, просто все уничтожалось. Или детей маленькие, грубные. А женщина беременная разрубить пополам. Это ужас какой-то. И вчера ничего не было, я думаю, всего. А вот тогда-то, тогда-то, ну тогда было нас, тогда не было. Почему мы должны отвечать? Вопросы эти не задают Богу. Это настолько противно было Богу отставших. И они уничтожали. Это сегодня человек думает, ну как-то я пройду там. Сделал неправду, кого-то обидел, украл. На детях будет отражаться. На поколения вперед, говорит. До четвертого рода. А добро до тысячи родов идет. И далее. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него. И не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. И собрался мой народ, и насчитал их в Телаиме, двести тысяч израильтян пеших и десять тысяч из колена юдин. До тридцать третьего стиха. Прочитаем. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине. И сказал Саулу, Саул Кениян, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним. Ибо вы оказали благословность всем израильтянам, когда они шли из Египта. Там они как-то вместе соединились, а теперь выйдите, завтра будет война, мы все будем истреблять, ну как раб. Она помогла Саглядатиям, когда они бежали, и они пообещали ей, так она была, интересно, прямо как в стене. И она отпустила, которые были разведчики, евреи. Город рушится, а она осталась. За то, что приняла, сохранила и отпустила. И отделились Кенияне и среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. Это на карте можно посмотреть. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные худые истребили. Видите как, Бог повелел, рассуждать не надо. Господь нам сказал, не пристанно молитесь, за все благодарите. Ты подходишь там где-то к машине, поехал, ну перекрестись, нетрудно, Господи, добрый ангел, да сопутствует мне. Ну где-то ты идешь, что-то там, если ты не знаешь, как будто там ничего нет, а там может быть яма какая-то уже. Поблагодари Бога. И вот вот здесь мы видим, как решил, хорошая корова, овцы, да что их убивать-то, мы его в жертву принесем, Богу, я для Бога это стараюсь-то. И идет уже переговоры, как Агага, отпустите, что дальше? И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово моего не исполнил. Запомните это, мы читаем Библию, Новый Завет, как мы должны себя вести, как заботиться, и все остальное. А не так. А в Новом Завете все прощается. Нет, не все. Мы считаем Евангелисия, возлюбленный ученик Христа, и говорит, я треб, нас не поминают, но другое дальше что делает, будет. Апостол приду, я напомню, и напоминает там Александр какой-то, Димитрий. Сколько зла сделали. Зачем напоминать? Все сохраняется. Никуда. Это по-нашему, вот некоторые не знают, еще, ой, батюшка такой, он сказал, как это принятно. Слово Божие неприятностью определяется. А сущность в самой. Вот люди думали, что все будет хорошо, все нормально. А оказалось, нет, не так. А вот священник никогда не сделает замечания. Так это самое плохое. Они ему доверились. Я вот смотрю, где священники к нам приезжают. Нигде, ни разу, ни у одного не шел, чтобы людей вообще или к Богу приводили. Им задаешь вопрос, он думает, я пришел. Не к тебе я пришел. Я к Богу пришел. А счастья себя Господь ему ответил, сказал, вот написано как. Повторяю, что я много знаю со священством. И на днях один такой появился. Даже до того убедитель, мощеного покрестил. Они обычно сопротивляются, если крещение такое ложное было где-то. И мы узнаем, как звать Георгия. Если будете молиться, помолитесь. У него там какая-то болезнь сглазанная. И Господь его сохраняет. Далее. И опечалился Самуил. И взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел на встречу с Саул. И известили Самуилу, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. И сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему. Благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господа. Видите как? Он взял все как будто бы. Он даже не заметил, что не так. Благословен Бог. Хорошие слова. Я взял все как Бог сказал. Никто его не опровергает. А дальше события как развиваются. И сказал Самуилу. А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание валов, которые я слышал? Быки мычат, это откуда они у тебя? И сказал Саулу. Привели их от Амарика, так как народ пощадил лучших из овец и валов для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. Прочие же мы истребили. Все, все, как будто. Ну вот маленько. И Бог сразу сказал ему. Я жалею, что поставил тебя царем. Это на потом все будет. Навсегда при том. Что интересно, обычные имена повторяются, а слово Саул исчезло еврейского народа. Такая кончина была. На следующий день битва будет, он погибнет. И сам себя еще заколет, когда раненый будет. А перед этим пошел к ведьме. Ужасная участь. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саулу, говори. Еще не знаю. Я что-то скажу тебе, что Бог мне сказал. Ну, думать, я все сделал, как Амарика победил. Ну, правда, царя не убил. Мы тут переговоры ведем с ним. И он будет хорошим нашим другом. Вот, города, которые раньше отняли, вернут нам. Зачем его убивать-то? И дальше. И сказал Самуил, не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израиля? И Господь помазал тебя царем над Израилем. Когда его хотели поставить царем, а он испугался. Ну, обыкновенный человек, вдруг царем над всем государством. Под телегу где-то спрятался, видать. В обозе. Нашли его. И он оказался на голову выше всех. Вот у нас тут был на исчезе, метр девяносто шесть. Он стоит, как возвышается. И это тоже ценилось. Это богатырь. И Бог его избрал. И быстро все кончилось. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди, предай заклятию нечестивых амаликитян. И воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на домычу и сделал зло перед очами Господа? Вот представьте, как он стоит, Саул, говорит, он знает, что победа на нашей стороне, праздновать будем такого-то числа. И вдруг все против. Как он стоял рядом? Вот в фильме показывают, там сыновья его, Саула говорят, да он не настоящий пророк. Он не настоящий пророк, тогда и Ассарий настоящий, он у меня руку полагал. И вот сегодня люди, которые пришли, и да, она патриархия безблагодатная, там, которые другие люди безблагодатные, тогда у нас батюшки нету. Вот там семинарию оканчивали, вот там руку положили. Ну, маленько-то, вперед, глянь, что из этого получится-то? Мы признаем благодатность, но говорим, что истина есть, но служители у нее не истинные, не хотят крестить, как следует, и все проще. И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалицкого, а Амалика истребил. Ну, народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из оклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, Галага. Повторять, чтобы он запомнил, чтобы добро сделать, еще ирич-то-то на нас. В чем я виноват? Жертву надо приносить, у нас нету военных, нету хороших быков, хороших овец, ну, все неповрежденное. Мы собрали все, самое лучшее, это народ отобрал где-то. Самуил этого не слышит. Он говорит, Бог впереди тебя сказал, ты теперь перетолковываешь, смотрите, что получится. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше туков овов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Вот и все. И волшебство, и долопоклонство в непокорности. Это для нас. Это никто это не отменял. Что-то, какое-то дело тебе надо делать. Всегда спрашиваешь, что скажет Господь? Ты внимательно на это посмотри. Вот, ну что особенного там, допустим, женский пол, много красок покупает, там, брови накрасить или что-то, а что против Бога идет. Против того образа, который Бог дал. И вы подсказываете. А что тут особенного? Противление Богу. Богу это не угодно. Когда бреется человек, это не образ, который Бог дал. Образ тот, который у тебя вот, ты бороду не трогаешь. Я о малом говорю, но в этом малом слишком большое будет. Далее. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Как по ним земля не провозилась. Вот когда в фильме показывают, это ужас смотреть. Мы должны просто, ну мы не царим. А если скажут, напрасно ты подвязался, ты не по Евангелию поступал. Когда мы считаем 5.20 Исайя, и говорит, что не по Слову Божию, там нет света. Это во тьме. Со священниками говорить о правильном крещении бесполезно сегодня. Я не знаю сколько, но говорят 99 с лишним процентов. Это патриарх Алексей Второй говорил. Не слышат Бога. Не слышат, что патриарх сказал. Чтобы деньги не брали за крещение. Это симония. Везде деньги. Это предательство. Ну просто надо приблизить к нам. У нас нет Амалика. Но вот Амалик это то, что против истины идет. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа. Все. Покаяние приносит. Но покаяние Бог уже не приемлет. Только сегодня утром еще был царем. Победа одержана. И все. И дети его не будут там. И тут будет ужас какой. Как над ним будут враги издеваться. И слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Видишь как теперь. Пиноват Аню. Они это захотели. Ну народ сделал. А я еще против народа пойду. Никто тебя не должен держать. Так говорит Господь. И на этом все. Поверьте. Я имею очень большой опыт. Мне приходилось быть в отдельных камерах. А это отдельно. Когда милиционеры там обладают за убийства. Тоже такие дела. Их вместе с другими заключенными нельзя. Их в одну ночь всех убьют. Менты как называют где-то. Но где были кто. Где пришеделось. А там клопы сверху падают. Где-то заедают. Я сказал. Как бы это избавиться. А меня в эту комнату к ним перевели. Не комнату. Камеру где. И там с ними я беседовал. Разговаривал. И свидетельствовал им. Некоторые не верят. Но день прошел. Уже спрашивают. А как ваши книги про это написано? То есть Бог уже стущится в этот каменный ствол. Теперь же сними с ними грех мой. Воротись со мной. Чтобы я проклонился Господу. Почти меня перед народом. Я Богу поклонюсь. А что надо? Икону поцелую. В крестный ход пойду. Мощей наберу тут у нас будет. По сегодняшнему если брать. Что он отвечает? Я отвечал Самуилу Саулу. Не ворочусь я с тобою. Ибо ты отверг слово Господа. И Господь отверг тебя. Чтобы ты не был царем Эдизаэля. Уже я понял. Согрешил я. Ну. Царство же на мне. Как я брошу все это теперь? А теперь будет такие злодейства за ним. Уму непостижимо. Вот этого не надо доводить, чтобы Бог против нас ополчился. И когда Бог ополчится, оправдываться не надо. Уже оправдание не приемлется. Злодеяние есть. А как быть? Не знаю. Я знаю только одно. Что очень много надо и плакать, и молиться, и жертвовать милостью. У него сейчас Братаус говорит. Другого пути нету. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды ему и разодрал ее. Тогда сказал Самуил. Ныне отторг Господь Царство Израильское тебя. И отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Еще не избран, а уже будет избран. Вспомните, как избирал Господь. Кого? Ну, кого избрать? Ну, такого же надо выше всех. А вот кого? По-нашему сказать-то, ребенок еще. Когда пришел к Ессею, семь сыновей. Один за другим идут, лучше. И на каждом думать Самуил. Он, он, нет, не он. У него в руках два определителя было где-то. И оттуда луч спускался. А еще у тебя дети, да, у меня там овещик пасет там. Кого спрашивает он? Он несовершеннолетний еще. Ну, пошли его. А он как раз избранный и есть. Его Бог не помазал, а возлил на него. То есть, при избыток благодати. Библия ничего не скрывает. Вот, заметьте, какие названия у людей бывают. Вождь, пророк, царь. И мы, считая книги, ну, редко же считаем, что Захария сказал, что Данил сказал. И только один псалмопевец. И псалмопевец считают каждый день. Все звонят. Что царь был, да, царь. Ну, где бы царь, другого уже нет. Израиль теперь другой, и там уже границы уж нет. А как, такой-то он был там где-то, песнопение. Сюз показывает, как у мусульман запрещена музыка. Музыка запрещена. Слове Божьем я сегодня проверил многократно. И в откровении говорится, музыка, песнопение. У нас музыка не запрещена. Это я попутно хочу сказать. Ну, смотрите, вот, Себастьяна Баха. Называется, Страсти Христовы. Орган когда играет. Мы ухаживали за одной Иннокеней. 93 года было. И она говорит, я в Иерусалиме там была. Ему в настоятельности отпрашивали, чтобы в католический храм сбегать. Послушать, как играет. Ну, кто слышал орган, как играет? Это как духовой оркестр. Где-то. У нас музыка не запрещена. Есть такие произведения, что душа воспаряет Богу. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев. Ибо не человеком, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил. Но почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем. И воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Ну, все. Ну, покажется человек. И мой Саул уже на есть подсчитать сходил. Только при частице. А уже Бог сказал. И вернуть назад никак нельзя. Нет, нельзя. Вот это ужасное состояние может у нас в мелких деталях как-то над нами быть отказано. Поэтому все время молимся. Господи, прости меня грешного. Бесчетла если грешил, прости меня Господи. И увидел, что не так, сразу я падаю перед Господом. И возвратился Самуилу за Саулом и поклонился Саулу Господу. Потом сказал Самуилу, приведите ко мне Агага, царя Амалийского. И подошел к нему Агага, дрожащий, и сказал Агага, конечно горе смерти миновалось. Да что, все, меня уже не убьют, царь, которого завоевали. Все, теперь мне, может быть, договоримся, я города все вам отдам, мы будем жить мирно. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И показан меч взял Самуилу, сразу ему голову отрубил. И разрубил Самуил Агага перед Господом Галугали. Вот что мы просчитали, еще одно место просчитаем. Римлянам 3.18 Нет страха Божия пред глазами их. Вот что нужно иметь. И не имя 5.9 Страх Божия. Вот у нас написано, вон там он. Начало мудрости страх Господень. И сказал Я, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших. Вот страха Божия не было у Саула. И чем он закончил жизнь, сказать страшно. Тут еще только начало этого, другого пути. Он еще на царство, но уже не царь. А как, значит, молиться за старей начальствующих? Прославляя Бога за слово Его, Святую Библию, которая называется книги. И Богу нашему слава за все во веки веков. Аминь.